Добрый вечер! В эфире экономическая среда на Беларусь, один из спутникового телеканала Беларусь24. Товарооборот внутри Евразийского экономического союза за неполные 10 лет увеличился в два раза, с другими странами на 60%. Об этом было заявлено в ходе саммита ЕС в Санкт-Петербурге. На заседании подписан 21 документ, в том числе Декларация «Евразийский экономический путь». Документ определяет направление и задачи развития экономических процессов союза на среднесрочную перспективу. В 2024 году Европа столкнется с фискальным кризисом. По мнению финансовых аналитиков, новые бюджетные правила стран-участниц Евросоюза приведут к резкому сокращению госрасходов. Это негативно отразится на возможностях экономического роста. Больше всего пострадают Италия и Германия. В целом экономисты снизили прогноз по приросту экономики еврозоны в следующем году до уровня менее половины процента. Почти 15 миллионов рублей выделит малому бизнесу в 2024 году Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства. Это почти вдвое больше, чем в текущем. По заявлению директора фонда, объем финансирования на кредитные и лизинговые сделки растет уже несколько лет. Также выделяются ресурсы самозанятым и индивидуальным предпринимателям на переходный период при регистрации юридического лица. В Великобритании наблюдается волна банкротств. В 2023-м налоговый орган страны подал заявки на закрытие почти 2,5 тысяч организаций из-за неуплаченных налогов. Это более чем в три раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Причинами негативной тенденции называются высокая инфляция и рост цен на энергоресурсы. Евразийский банк развития профинансирует в Беларуси проекты на полмиллиарда долларов. По заявлению председателя правления, показатели по Беларуси в стратегическом периоде точно будут выполнены. В основном банк вкладывает средства в проекты в таких сферах, как транспорт, энергетика, технологии, медицина, а также программы финансового сектора. В Беларуси ускорился рост инвестиций в основной капитал. Об этом сообщает Белстат. Так, темп роста строительно-монтажных работ за 11 месяцев составил свыше 107% к уровню аналогичного периода прошлого года. Прирост в приобретение машин, оборудование, транспортных средств свыше 32%. Беларусь выходит на рекордный уровень экспорта в Россию. Темп роста физических поставок в эту страну в 2023 году составляет 131%. Об этом сообщил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. Напомним, ранее глава государства поручил депмиссии выделить 75 основных товарных позиций, которые охватывают примерно 70% белорусского экспорта в Россию, и по ним организовать ежемесячный мониторинг ситуации. Каких еще экономических результатов достигла Беларусь в 2023 году? Все ли запланированное удалось реализовать? Какие перспективы для Беларуси открываются в 2024? Обсудим с компетентными экспертами прямо сейчас. Сегодня у нас в студии эксперты, которые прекрасно разбираются в экономических результатах уходящего года. Максим Ермолович, заместитель главы администрации президента Беларуси. Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси. Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси. Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси. Уважаемые гости, добрый вечер. Добрый вечер. Максим Леонидович, правильно ли мы вас представили? Потому что вчера мы знаем, дружественное нам белорусское телеграфное агентство распространило новость о том, что Высший Евразийский экономический совет утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии. И в качестве члена коллегии министра по конкуренции и антимонопольному регулированию назначен Максим Ермолович вы. Мы вас поздравляем с этим высоким назначением, желаем успехов в отстаивании интересов Союза и нашей страны. Действительно так. Я очень благодарен главе государства за оказанное мне доверие и в работе заместителем главы администрации, и в новой должности, которую я займу с 1 февраля 2024 года. Это действительно ответственная позиция, которая предусматривает представление интересов Евразийского экономического союза, реализация принципов строительства ЕАЭС как единого экономического комплекса. Как обозначал глава государства в своем докладе, ЕАЭС должен стать одним из центров экономического развития в мире, глобальным центром показать высочайший уровень и скорость интеграционных процессов в экономической сфере. К экономической сфере подтянутся и другие сферы и социального развития, и военно-политического развития. Поэтому задача весьма важная, задача амбициозная. Опять же, есть четкие установки главы государства и партнеров по Евразийскому экономическому союзу, в каком направлении должна развиваться экономическая интеграция. Это новое для меня направление работы в плане нового опыта, взаимодействия с коллегами по Евразийскому экономическому союзу. Поэтому мне очень приятно получить эти известия в конце текущего года. Да, поздравляем. Прекрасная предновогодняя новость. Новость, уважаемые коллеги, 4 дня остается до Нового года. 4 дня. Через 4 дня мы будем сидеть с вами за новогодним столом. Скажите, пожалуйста, удалось ли реализовать все персональные задачи на этот год? Либо вот эти два оставшихся рабочих дня, четверг-пятница, будут особенно напряженными, Инна Викторовна? Вы знаете, очень удачный год и удалось реализовать все задуманное. Как пример, буквально недавно мы презентовали две новых платформы по представлению наших данных. Это геостатистика и портал региональных данных по целям устойчивого развития, которое мы, кстати, у вас обсуждали. И мы с ЮНФПА представили этот портал. И поэтому все задачи, которые мы ставили перед собой, и мой коллектив, и я непосредственно, мы все реализовали. Поэтому мы входим в Новый год с пониманием, что мы будем делать, как мы будем поступать, и какие задачи в дальнейшем стоят перед нами. Юрий Михайлович, а вы свои персональные задачи решили? Тут, Дмитрий Вячеславович, если брать вопросы такого более стратегического плана, принятие законодательных актов, проведение их через наше национальное собрание, то вы знаете, бюджет, налоговое изменение, кодекс налогового закона, страхование, эти вещи как бы прошли, и они вот в финальной стадии. Но в Минфине, вы знаете, конец года он особо напряженный, да. Поэтому нам еще рано, так сказать, подводить итоги, поэтому нам надо еще, чтобы все платежи были проведены, скорректировать параметры бюджета в установленном порядке. То есть у нас эти два дня еще покажут, насколько мы, скажем, выполнили все то, что должны. Работы хватает, Валерий Иванович, а как в Совете Республики? Там круглый год горячая пора. Советы Республики работают весьма активно, и не только как орган законодательный, но и как орган, на который замыкаются многие-многие задачи. И вот, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что в профессиональном плане, наверное, основные задачи выполнены. Но в личном, как вы поставили вопрос, конечно, значит, еще требуется много чего сделать. Хотя и вот на последние дни так получилось, но для себя оставляю вопрос реагирования на обращения граждан. Есть очень такие принципиальные обращения, которые требуют взаимодействия с органами местной власти. Ну и вот в конце года как раз этому посвящаем время. Но многое, наверное, еще предстоит сделать. Итак, предлагаю переходить к сути нашего обсуждения. Инна Викторовна, мы знаем с вами, что статистика знает все, в частности, Национальный статистический комитет под вашим руководством. Конечно, экономические показатели за 2023 год подводить еще рано. Мы это сделаем, наверное, в начале 2024-го. Но предварительные результаты уже четко, явственно просматриваются. Скажите, пожалуйста, вот как сработала наша экономика в уходящем году? Какие результаты достигнуты? В этом году экономические показатели демонстрируют очень позитивные тенденции. Начиная с валового внутреннего продукта, который за 11 месяцев темп его составил 103,8%. И те составляющие, которые входят в его состав. Так, например, промышленность выросла на 7,9%. Оптовый товарооборот, который завязан на промышленность, на 13,5%. Пассажирооборот вырос на 8,4%. Объем строймонтажа вырос на 7,2%. В то же время инвестиции выросли на 13,9%. Но что самое главное? Самое главное, что у нас отмечается рост благосостояния населения. Так, например, реальные располагаемые денежные доходы за 10 месяцев увеличились на 6,1%. Это в сопоставимых ценах? Безусловно. А составляющие реальных располагаемых денежных доходов, это реальная заработная плата, реальные пенсии населения, они увеличились на более чем на 10%. При этом показатели малообеспеченности, самые низкие за всю историю их наблюдения, это 3,7% по малообеспеченности. И уровень безработицы фактической, который мы считаем по методологии международной организации труда, составил 3,5%. Это один из самых низких показателей безработицы не только на постсоветском пространстве, но один из самых низких вообще в мировом масштабе. Плюс наша продукция продавалась, она шла на экспорт. Экспорт товаров и услуг в долларах США вырос на 4,3% и получена положительная сальда 665 миллионов долларов. Поэтому все показатели, которые мы сегодня рассматриваем, кстати, можно еще вернуться к населению, наличие хороших доходов позволило увеличить внутренний спрос, что сказалось на росте розничного аэрооборота. Он вырос на 8,2%. Но впечатляющие результаты, без натяжек каких-то, это действительно объективно очень интересные цифры. И в этой связи хотелось бы напомнить нашим телезрителям прогнозы экономического развития Беларуси, которые давались международными организациями и всевозможными аналитиками. Вот несколько цифр в контексте того, что вы озвучили. Значит, Всемирный банк прогнозировал в нашей стране падение ВВП на 2,3%. Европейский банк реконструкции и развития на 1% падение. МВФ давал нам в прогнозе скромные 0,2% прироста по ВВП. И Евразийский банк развития 0,3% прироста валового внутреннего продукта. Мы специально, вот я уделил целый вечер, перечитывая прогнозы всевозможных структур в конце 2022 года и в январе 2023 на 2023 год. И по ВВП, вот мы озвучили, по инфляции, ну не буду все приводить, самые негативные от МВФ 13,1%, а самые позитивные от Евразийского банка развития 8%. Причем прогнозы так называемых независимых аналитиков, преимущественно из числа наших беглых самоназванных экономистов, но крайне пессимистичные были, как они их сами называли, тревожные прогнозы по Беларуси. Ну краткое содержание, что они нам предрекали? Они нам предрекали падение экономики, двузначную инфляцию, отсутствие ассортимента на товарных полках в магазине, резкое увеличение уровня безработицы и девальвацию рубля на 30% и более. Валерий Иванович, вот вы как ученый человек, доктор экономических наук, профессор, вот как вы оцениваете точность этих прогнозов? Уже который год эти оценки, даже глава государства подвергал их определенной критике, но, видимо, их авторы не сильно вняли этим назидание. Но надеемся, что такая разница будет и впредь. Поэтому я бы сказал, что... Но прогнозы неточные, согласитесь? Неточные, да. Я бы сказал, что это как-то дискредитирует их авторов в определенной степени. Вот эти институты, которые не утруждают себя погружением в оценки ситуации, изучение трендов, а вот формируют такие прогнозные цифры на основании каких-то мнений, каких-то символов. Прогнозы неточные, мягко говоря, грубо говоря, ошибочные. Они хоронили нашу экономику и в прошлом, и в позапрошлом. И, наверное, это свидетельствует о том, что жить нам и развиваться, наращивать благополучие наших граждан. Но вот что интересно, а за счет... Давайте обсудим. А за счет чего нам удалось обеспечить такие экономические результаты в текущем году? Вот Инна Викторовна уже называла, да, ключевые параметры, которые обеспечивали вклад в рост волового внутреннего продукта, да, прежде всего, это промышленность. Но, опять же, возвращаясь вот к этим оценкам прогнозным наших оппонентов, да, прежде всего, и международных структур, которые достаточно объективно пытались это делать, но тоже не точно, они все называли, что будут влиять на будущий уровень ВВП два параметра. Первый – это чистый экспорт, в зависимости от того, как он сложится, так такое влияние будет оказано на уровень ВВП. А второй момент – это они прогнозировали слабый внутренний спрос внутри страны, и это, по их мнению, должно было оказывать негативное влияние. Но у нас результаты впечатляющие. Что оказало на них наибольшее влияние, как вы думаете, Максим Леонидович? – Промышленное предприятие, уже Инна Викторовна говорила, с какими темпами они в этом году сработали. Это важный показатель для того, как развивается экономика в целом. Хорошие результаты работы сельского хозяйства. Независимо уже от погодно-климатических условий мы… – Ну, по сравнению с промышленностью, там не такой большой уровень, да? 0,9% всего наше ПК прибавил. – Да, но мы же должны понимать… – Ну, климатические были факторы, которые… – Да, но мы должны понимать, что нам отрицательный вклад внесло растеневодство как раз по климатическим факторам. Что касается животноводства, там выше 4% прирост. И хочу немножко добавить по прогнозам, ведь когда строили наши партнеры, так скажем, эти прогнозы, они предполагали, что те санкции, которые были введены против Республики Беларусь, они не позволят нам быстро развернуться и двигаться вперед. На каждом уровне принималось решение, на каждом уровне вырабатывалось механизм, да, или инструменты решения проблемы обхода этих санкций, выхода на другие рынки, поиска новых логистических цепочек. И это позволило сегодня продавать продукцию. Продукция пошла на экспорт, предприятия загружены, они работают, значит, они могут выплатить заработную плату людям. А раз они могут выплатить заработную плату людям, и не просто выплатить ту, которая она была, но они же сегодня увеличили объемы производства, значит, они могут ее повысить. Вот вам и внутренний спрос. Когда человек понимает, что он пришел, он получил достойную заработную плату, он занят, пожалуйста, приходите в магазин, покупайте. Ассортиментный перечень не ухудшился. У меня регистраторы работают каждую неделю в магазине. И они видят и говорят о том, что зарегистрировать можно абсолютно любой товар. Сужения продукции нет. Ну и, конечно, принятое решение в октябре прошлого года главой государства. Орегулирование цен. Орегулирование цен. Это большое подспорье сегодняшней ситуации. 4,9% у нас рост потребительских цен по итогам 11 месяцев 2023 года. При этом мы закладывали себе ограничения. Прогноз на год порядка 7-8%. Но 5%, ну да, декабрь там не учтен. Но думаю, что в декабре ситуация такая же стабильная будет, как и в предыдущей. Но пусть будет 5,5%. Пусть будет 5,5%. Да, но тем не менее, даже мы не дойдем той планке, которую устанавливали прогнозы. Держим в голове прогноз Международного валютного фонда, который нам предрекал 13,8%. Возвращаясь к событиям, я опять хочу сказать, что вот эта вот работа скоординированная, о которых и Инна Викторовна только что сказала, я бы назвал это в отношении и прогнозов наших партнеров, в кавычках, и мер, которые эти партнеры, в кавычках, предпринимают. Это санкционный иммунитет. И этот санкционный иммунитет выработан всем государственным организмом в своей слаженной, скоординированной работе. Мы движемся, как вы видите, без революционных скачков. И слава богу. И это тоже важно. Мы не принимали каких-то новых революционных законов. Мы не меняли свою резко экономическую политику. Мы совершенствуем поэтапно, шаг за шагом. В рамках программы социально-экономического развития, которую одобрило Всебелорусское народное собрание, там установлены четкие задачи, выработаны механизмы их достижения. Идем от жизни. Да. Произвести продукцию надлежащего качества, востребованную рынком, и выгодно ее продать. Вот это основное событие, которое дает нам возможность сегодня говорить о результатах. Исходя из факторов, я бы тоже, как здесь уже говорилось, выделил бы решение о сдерживании цен. Если бы мы дали раскрутиться инфляционной спирали, то любые экономические решения, они могли бы только усугубить негативные тенденции и ни к чему хорошему бы не привели. Да, решение было непопулярным. Да, это административное решение о сдерживании цен. Но под него подстроились механизмы, сказалась работа промышленности, сельского хозяйства, торговли, доступа на внешние рынки, притока валюты в страну. И в результате вот на ряд этих факторов повлиял, что даже такое решение, жесткое по ограничению роста цен, оно стало дополнением, важным дополнением всему комплексу мероприятий. Ну стабилизирующий фактор такой. Ну вот возвращаясь, Максим Леонидович, к прогнозным оценкам наших оппонентов, что они говорили про эти механизмы ценового регулирования. Они говорили, это невозможно, это не рыночно, вы столкнетесь с тем, что будут пустые полки в магазинах, работать не будет, будет экономический коллапс. Ну и что мы видим? Инна Викторовна утверждает, что наши уважаемые регистраторы каждый день, буквально еженедельно отслеживают, никакого сокращения ассортимента не происходит. То есть никаких деструктивных процессов в экономике, таких серьезных, настораживающих, это решение не повлекло. Наоборот, выступило, как вы сказали, цементирующим фактором. Нам было интересно, какие экономические события уходящего 23-го года белорусы считают наиболее значимыми. И не только экономические. Мы провели опрос на улицах столицы и не только. В Окс Попули, Голос народа, на главном телеканале страны. Давайте посмотрим. Наш год прошел прекрасно. У нас выздоровела бабушка, и мы так счастливы. Ей пересадили почку в этом году. Центр трансплантологии на Симашко. Повысила зарплату. Остановилась после операции на ноге, например, тоже, я считаю, очень неплохо. Вернулась на сноуборд. Работу сменила. Полностью направление поменяла. Это реально был такой судьбоносный год. У нас был очень интересный отдых с внуками, с детьми в Турции в этом году. И вот еще и Беларусь. Мы из России, из Сибири приехали сюда в гости. Белорусы очень такие приветливые люди. Открытые, добрые. Нам здесь очень-очень нравится. Я узнала, что я стану бабушкой. Это мой самый счастливый момент в этом году. Ждем внучку, это самое главное. Любовь нашла. Ничего себе. Да, занялась искусством. Поступила в университет. Вот это тоже мое счастье за этот год. Летом работал, деньги получила впервые. Я начала играть на гитаре. Хочется каких-то положительных эмоций. И дарить также эти эмоции окружающим. Я вот наконец к сестре приехала. Я попробовала, ну и пробую сейчас начать новую работу в новой специальности. Если не сейчас, то когда? В ноябре этого года впервые в нашем межрайонном центре выполнена первая операция по тромбоэкстракции. У нас есть три лапароскопические стойки, которые работают на малоинвазивных операциях. Указанный вид операции подросли по отношению к прошлому году более чем в половину. Более 20 фапов отремонтировано. У меня сеть шиномонтажей по городу. И я обслуживаю не только предприятия города Новогрудка, но и всего района. Совхозы, колхозы, агропромышленные сети, комплексы, они у меня тоже обслуживаются в плане шиномонтажа. Итог этого года, можно сказать, чуть-чуть увидел прибыль. Строительство было определенного рода. Меня так это подвигает к дальнейшим моим действиям, к дальнейшей работе в том же самом русле. Мы лидеры по производству металлической мебели, металлических шкафов, систем стеллажных. Также являемся лидерами по изготовлению систем ограждений. К уровню прошлого года у нас выручка увеличилась на 25%. При этом и заработная плата наших работников растет. Она увеличилась по сравнению с прошлым годом на 35%. Завод газовой аппаратуры является крупнейшим на постсоветском пространстве производителем бытовых и автомобильных газовых баллонов для газопропан низкого давления. Только одних тароидальных баллонов более 100. А так, если укрупненно взять по группам, то это более 50 видов продукции. Объемы производства в этом году у нас вырастут на четверть. Впервые в постсоветское время, после 90-х, мы достигли миллион газовых баллонов в год. Планируем по концу года получить 105,5% прироста индекса промышленного производства. Введем два молочных товарных комплекса. Один комплекс мы сдадим полностью на 777 голов, второй мы первую очередь введем. В январе введется вторая очередь. Мы стабильно в течение года даем прибавку по производству молока. И на конец года мы порядка 6400 литров надоем на одну голову. Ну, не всегда наши зрители, наши люди могут выделить экономическое событие или неэкономическое. Их можно понять. У кого-то машину приобрел, у кого-то ребенок поступил в ВУЗ, у кого-то другие события. Они их считают значимыми и так далее. Скажите, а какое экономическое событие 2023 года является главным лично для вас? И почему, Юрий Михайлович? Ну, Дмитрий Михайлович, вы знаете, мой ответ будет несколько шире. Потому что мы на самом-то деле на протяжении прошлого года принимали целый ряд нормативных актов, которые позволили бы нам в финансовой системе адаптироваться к тем событиям, к тому санкционному давлению, которое было. Понятно, что такое давление было беспрецедентно. И готовых рецептов у нас, как же с ним бороться, не было. Был принят ряд нормативных актов, изменены параметры и условия экспортной поддержки экспортеров, условия страхования финансовых рисков. То есть мы поработали достаточно много. И что отрадно, что в этом году мы видим, что эти меры, которые мы закладывали, да, они были не какими-то там, значит, такими, как, так сказать, последствия, что надо бежать куда-то, лишь бы не стоять. А что действительно это помогло нам, помогло нам, в общем-то, в нашей работе. И, значит, то, что мы, в общем-то, не снизили объемы поддержки ни одной отрасли. И так, в целом, если говорить без определенной конкретики, мы думали и планировали дефицитный бюджет, а сегодня мы исполним его без дефицита, не может меня, в принципе, не радовать. Что касается какого-то конкретного события, то мы в данном, в общем-то, периоде вышли на то, что у нас есть соглашение о единых принципах взымания косвенных налогов с Российской Федерацией, значит, определили соответствующие нормы, определили подходы, создали, значит, соответствующий такой межминистерский, можно сказать так, налоговый комитет, который может решать спорные вопросы. Конечно, вот эти вещи, они вот лично для меня являются, ну, скажем, тем результатом, к которому мы шли и, в принципе, хотели его добиться, и, в общем-то, у нас, я думаю, получилось. Спасибо. Валерий Иванович, а для вас главное экономическое событие 23-го года – это что? Ну, Дмитрий Витальевич, так сложно выделить какое-то главное, их было много знаковых, но я бы, наверное, вряд ли кто-то из наших гостей в студии скажет об этом, но я бы считал, что очень символическим было принятие решения о расширении БРИКС. То есть мы же тоже намерены присоединиться к этому блоку. И почему я считаю очень символичным? То есть формируется реально многополярный мир. И укрепляется именно блок, где одну из главенствующих ролей выполняет наш первейший союзник Российская Федерация. То есть это такой знак поддержки нашего геополитического поля, поля наших союзников, которые сформировались и развиваются именно в рамках этого объединения. И после расширения, которое произойдет уже в январе текущего года, вот этот блок будет объединять страны с населением 46% от мирового. Также я бы отметил, ну, наверное, не совсем экономическое событие, но косвенно это оказывает очень прямое влияние на наши условия хозяйственной деятельности, экономической деятельности, обеспечивает инвестиционную привлекательность. Это решение, принятое по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства. То есть укрепление нашего военного потенциала. Мы знаем, какие события произошли этим летом. Ядерное оружие. Ядерное оружие, Дмитрий Витальевич. Это очень важно для экономики. Очень важно для экономики. Если мы выстроим цепь событий и спрогнозируем влияние на экономику в некотором ближайшем будущем и особенно в среднесрочной перспективе, то это очень важное решение, потому что инвестор идет туда, где есть зонтик. У нас есть теперь зонтик. И я бы отметил прямую связь этого события с нашими экономическими результатами текущими и потенциальными. Укрепилась стабильность, в том числе и экономическая. Конечно, Дмитрий Витальевич. Инна Викторовна, для вас какое главное событие 2023 года и почему? Для нас важным является постановка задач. И, конечно, первой постановкой задач это было заседание Совета министров с участием главы государства, который задал тон этому году. И для нас это было действительно событием, потому что мы представляли свою информацию, мы представляли свою позицию по этому вопросу. И самое главное, что те задачи, которые были поставлены, мы сегодня уже прямо в начале программы обсудили, они действительно решены. И это очень важно. Мне, как и моим коллегам, сложно выделить из череды экономических событий какое-то одно, я участвовал в подготовке, либо принимал участие в мероприятиях главы государства в течение всего года. Таких мероприятий было около сотни, посвященных экономическим вопросам. И мне сложно сказать, какое из них имело больше или меньшее значение для будущего развития нашей страны. Как сравнить запуск второго энергоблока на белорусской атомной электростанции? Важнейшее событие для отечественной энергетики. Или мероприятие по развитию мелиораций. Тоже важное направление в работе. Не бывает в экономике мелочей. Мы с коллегами творческой группы экономической среды тоже думали, ну вот какое же событие мы назовем наиболее ярким. Так вот мы пришли к выводу, что одним из наиболее ярких событий текущего года был экономический блок послания нашего президента белорусскому народу и национальному собранию. Я имею ввиду глубокий тезис о том, что стратегическим условием суверенитета и независимости нашей страны является прежде всего экономика. Как отметил глава государства, дайте мне экономику, все остальное я сделаю без вас. Давайте вспомним. Дайте мне экономику, все остальное я сделаю без вас. Вот уже три десятилетия фундаментом нашей государственной политики является социально ориентированная экономика. Эта политика успешна, а народ ее поддерживает. По всем показателям, характеризующим социальные неравенства, Беларусь относится к наиболее благополучным странам. Мы создали государство без олигархов. Мы не допустили концентрации капитала и собственности в одних руках. Все национальные богатства принадлежат народу. Поэтому именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада. И вопрос не в разнице менталитетом, не в различиях политических систем Запада и Востока. Все гораздо проще и примитивнее. Вы знаете, несуверенная Беларусь, несуверенная Россия с сильной экономикой никому не нужны. Обладание огромными, прежде всего природными ресурсами на роду с высоким уровнем промышленного производства и серьезными наушными компетенциями причина стремления устранить нас как конкурентов. Именно конкурентов. Но сегодня абсолютно я убежден, не получится. Мы выстоим. Не получится. Мы выстоим. Ну, собственно, что и демонстрирует белорусская модель социально-экономического развития. Валерий Иванович, если же говорить о модели экономики Беларуси, на ваш взгляд, какими особенностями, преимуществами, может быть, недостатками она обладает? И какие задачи будут стоять перед ней в 2024 году? Безусловно. То есть мы выбрали свой путь когда-то под руководством главы государства. И это обеспечило нам, ну, наверное, на фоне той бедности, которую мы пережили. Прежде всего, я вот всем говорю, хочу еще раз подчеркнуть, глава государства вернул нам чувство собственного достоинства. Потому что бедность, которую мы пережили, это худшее из унижений. Сейчас идет уже тонкая подстройка экономических механизмов, которые, ну, по-крупному сформировались вот в 2000-х годах, во втором десятилетии, вот нынешнего столетия. Молодое поколение даже не знает, о чем вы говорите. Они даже представить себе не могут, какой был уровень жизни в начале, в середине 90-х годов. Сейчас вот тот сюжет, который, значит, вы представили, опрашивая наших граждан на улице, вот он, мне кажется, несмотря на... люди же говорят о чем? О том, что их интересует. Их интересует, сколько они автомобилей купили, действительно. Для них это показатель благосостояния. И, кстати говоря, в этом году количество новых автомобилей, приобретенных, оно установило рекорд. То есть, значит, количество кредитов, которые взяли на приобретение жилья, установило рекорд. То есть, это очень важно, когда люди не задумываются о куске хлеба, а думают о чем-то важном. Вот пойти поменять работу, профессию, устроить свою личную жизнь так, как хочется, потому что есть где жить, например. Для многих эта проблема решена еще в ранней юности. Это говорит об эффективности реализуемой социально-экономической модели. Она направлена на удовлетворение потребностей человека. Она допускает и поддерживает предпринимательскую инициативу, органично ее сочетая с государственными регулированиями. Вот глава государства говорил о том, что в Беларуси отсутствуют олигархи. Это не значит, что отсутствуют богатые люди. По некоторым оценкам в Беларуси около 30 тысяч долларовых миллионеров. Вот я встречал такие оценки. Но олигарх, это не значит, не синоним богатого человека. Это тот человек, обладающий ресурсами и направляющий их на установление политического режима, выгодного ему. То, что мы сейчас видим, например, в западных странах, когда открыто лоббируются те или иные решения. Помните, скандал с вакцинами. Сейчас новость, и те, кто участвовал в расследовании, знаем, как они закончили. Сейчас скандал с приобретением дорогостоящей недвижимости с семьей Зеленского, очередной скандал. Украина яркий пример развития олигархатов в том виде, в котором вы его сейчас называете. Да. Поэтому одна из характеристик белорусской социально-экономической модели – это нулевая терпимость коррупции. Это очень важно. Это ржавчина, как говорил президент, которая может разъесть любое государство. Действительно, Украина яркий пример этому. Поэтому в Беларуси хочется жить. Ее все чаще выбирают для переезда на постоянное место жительства даже люди, никогда не связанные с нашей страной. Я думаю, что в копилку преимуществ нашей модели социально-экономического развития можно добавить еще и точность макроэкономического прогнозирования. Помните, когда-то мы давали оценки китайской экономики, и там была одна из характерных особенностей, что в подавляющем большинстве все прогнозы всегда выполнялись, все намеченные целевые показатели либо перевыполнялись. Это была особенность наших китайских партнеров. Сейчас примерно такую же оценку можно дать и нашей системе макроэкономического прогнозирования. Ну, судя по тому, что мы видим прогноз социально-экономического развития и те результаты, которые нам Инна Викторовна сегодня озвучила. Справедливо? Да. Ну, Максим Леонидович сказал, что наш прогноз – это целевой прогноз. Это фактически задачи возможные, которые, исходя из располагаемых ресурсов, экономика может обеспечить. И у нас разрабатывается несколько вариантов прогноза в зависимости от складывающейся ситуации, в том числе на международных рынках, которые влияют на нашу экономику. Ну, наверное, вот как Николай Геннадьевич иногда, вот мы его вспомним сейчас, как иногда Снапков Николай Геннадьевич любит говорить, значит, экономика обеспечивала качественный рост. То есть вот у нас, наверное, показатели текущего года – это, ну, показатели высшего качества. Следующий год у нас объявлен годом качества, поэтому это вот такое хорошее преддверие следующего года. Николай Геннадьевич, приходите к нам в передачу в качестве эксперта. Приглашаем. Юрий Михайлович, сможем ли мы обеспечить финансирование всех наших, я имею в виду, государственных обязательств в будущих периодах? Вот в следующем году, там, в 25-м, в 26-м? Дмитрий Михайлович, даже не сомневайтесь, сможем однозначно, потому что социальная направленность – это, в общем-то, не то направление, которое придумал я или кто-то, ну, скажем, Максим Леонидович, да, с которым мы вместе трудились в Министерстве финансов. Так было, значит, к этому все, в общем-то, готовы, и мы понимаем, да, что следующий год, если там несколько цифр, 42% расходов бюджета – это где-то 12,5% ВВП – это социальные расходы. И здесь, надо сказать, важно, чтобы мы не просто масштабировали эти цифры, да, есть параметры, есть темпы роста заработной платы, реальных доходов населения, они, безусловно, значит, выдерживаются. И, как вы знаете, такой пример, он, ну, давно известен, но, тем не менее, даже в ковид, даже в ковид, да, те люди, кто были на передовой, значит, тот уровень зарплаты, который был заложен в пятилетку для врачей, он был выполнен буквально за два года. Значит, то, что мы думали, что будем делать в течение пяти лет. Мы удерживаем этот уровень на сегодня. Но я думаю, что преимущество еще не в том, что мы, грубо говоря, вот выдерживаем это, значит, и не шагу на сады. Жизнь, она многогранна. Стоит вопрос о том, что необходимо дальше обновлять машины скорой помощи, школьные автобусы, значит, есть определенные сложности, скажем, возникли в прошлом с заменой, допустим, таких автомобилей, многие из них были импортными. Сегодня только на цели, значит, обновлением от тех базы, значит, это автотранспортный парк, это и, значит, оборудование для учреждения образования, потрачено более 280 миллионов рублей. Эта работа будет продолжаться. Главное, видеть те узкие места, которые по жизни появляются, и оперативно решать, направляя на это государственные средства. Но если, говорите, справимся ли мы, то в целом налоговая нагрузка, она, значит, у нас определена порядка 26%, да. Хотя, по сути, вот по этому году она будет порядка 24%. То есть мы находимся в тех оптимальных параметрах, которые для себя определили, даже есть некий резерв для повышения. На следующий год она где-то будет порядка 23,5%, даже чуть меньше. Поэтому, в принципе, если рачительно подходить к, значит, бюджетным расходам, то все цели и задачи осуществимы. Но в канун Нового года принято не только подводить итоги, но и делать осторожные прогнозы. А для обоснованных прогнозов необходимо учитывать внешние, внутренние вызовы, угрозы, а также глобальные тенденции. Эксперты предупреждают, мир ждет много сюрпризов, и не все из них будут приятными. Готовы заглянуть в будущее вместе с нами? Тогда сюжет Ольги Онищенко. Давайте посмотрим. Планета в ожидании Нового года. Многочисленные эксперты, аналитики, экономисты спорят о главных трендах. 2024, но уверены, в одном мир не будет прежним. Итак, первый вектор – новый расклад сил в глобальной экономике. Неоспоримый факт, который, впрочем, многими остался незамеченным. В прошлом году совокупное производство стран БРИКС, а это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, внимание, впервые превысило совокупный ВВП стран с семерки, где и США с Канадой, и европейские, казалось бы, гиганты Германии, Франция, Великобритания, еще и Япония. Очевидное, невероятное, но это перераспределение экономического веса будет только нарастать. На мировом рынке появятся новые крупные игроки суперэкономики. Так говорят о странах, которые контролируют от 1 до 2% мирового ВВП, обладают технологическим потенциалом и ключевыми ресурсами. Когда-то вот именно так начинали Индия, Китай, Бразилия, после Малайзии, Ирана, Турции, теперь же время арабских и крупнейших африканских стран. Что до мировой экономики в целом, ей предрекают замедление роста. По разным оценкам, глобальный ВВП вряд ли будет заметно выше 2%. Жесткая денежная кредитная политика, высокая инфляция, разогнаться мировой экономике не позволят. К слову, прогноз планетарного роста цен повышен, ожидается рост долговой нагрузки, ее опасность не стоит недооценивать, предупреждают эксперты. Именно долговая проблема запустила мировой кризис в 2010. И хотя тогда было принято решение снижать долговую нагрузку, получилось с точностью да наоборот. С уровня в 36% в первом десятилетии она выросла до 70%. Размер долгов становится нарастающей проблемой для центробанков многих стран. Еще одна тенденция 2024. Мир вступает в технологическую гонку. Крупнейшие страны будут делать технологии фактором экономического доминирования. Медицина, цифровизация, искусственный интеллект, космос, в том числе низкоорбитальные установки и зондирование Земли в режиме реального времени. Битва технологий будет идти в разных сферах. Еще одна похожая история – это реакция на климатические трансформации, связанный с ними переход на зеленые технологии. Их тоже готовы воспринимать как факторы конкурентоспособности. Отдельным странам, вероятно, будут чинить препятствия в торговле так называемыми грязными продуктами – углем, нефтью, химией или удобрениями. Идем дальше. Будущий год принесет повсеместное внедрение искусственного интеллекта. Эксперты говорят и о плюсах, и о минусах. Есть много опасений насчет влияния искусственного интеллекта на рабочие места. Эффект домино. Компании хотят минимизировать издержки и повсеместно внедряют такие приложения при проектировании, разработке новых товаров и услуг. И это неизбежно приводит к массовым сокращениям инженеров, конструкторов, работников творческого труда и так далее. С другой стороны, искусственный интеллект произведет революцию в работе с клиентами, обеспечит личностное взаимодействие. Рекомендации по продуктам, эффективное решение проблем – это новые возможности для бизнеса. Более действенное предотвращение кибератак, автоматизация цепочек поставок, работы складов, ускорение проверки соискателей, вакансии, подбора персонала, даже исследование заболеваний, открытие лекарств. Что показательно, именно искусственный интеллект называют веской причиной роста продаж смартфонов в новом году. В качестве примеров приводят взрывные продажи отдельных моделей. Аналитики считают, что все из-за наличия в них расширенной поддержки технологии искусственного интеллекта. А в ближайшее время появятся приложения, которые возьмут на себя выполнение функции виртуального консультанта и помощника во всех делах. Из скорых перспектив – улучшение алгоритмов обработки фото, распознавания текста и речи и повышения информационной безопасности. Пожалуй, самый заметный эффект пандемии и рост числа удаленных работников найдет продолжение и в новом году. Удаленка снова в моде. Предприятия будут применять разные ее модели, чтобы сотрудники могли работать из любой точки мира. Это позволит сохранить производительность. Компании также смогут получить доступ к более широкому кадровому резерву без ограничений по географии. Таким будет мир в новом году в первом приближении. А на какие тренды будущего года сделали бы ставку вы? Вездесущий этот искусственный интеллект. Мы, кстати, тоже спросили у искусственного интеллекта, какие экономические события нашей страны они считают главными в 2023 году. Разные были варианты. Три, соответственно, было результата. Первая модель выделила утверждение параметров социально-экономического развития на 2023 год. Вторая модель отметила заключение соглашения с Турцией летом. И третья модель, самая, наверное, такая развитая, самая умная, все-таки выделила вот те изменения, которые были анонсированы, но еще не полностью, но в целом приняты в налоговый кодекс, которые произошли в текущем году. И речь идет о, по сути, концептуальном переходе от плоской шкалы налогообложения доходов к прогрессивной. Ну, не знаю, наверное, еще искусственному интеллекту надо развиваться и развиваться. Но вот мы прослушали в сюжете, конечно, это далеко не все, а лишь некоторые тенденции развития мировой экономики. Максим Леонидович, какие глобальные тенденции в экономической сфере видите вы? Вот какие тренды будут иметь особое значение для формирования перспективной структуры национальной экономики? Я бы обратил внимание на следующее. Все больше и больше стран начнут уделять, так скажем, приоритетное внимание, ставить в качестве основного приоритета для своих экономических систем обеспечение продовольственной безопасности. И мы сейчас видим, что происходит. Вопросы продовольственной безопасности, вопросы безопасности в медицинской сфере, они приобретают новое значение в странах Африки, в странах Азии. И это будет очень существенно влиять на общую мировую экономику. Я думаю, что мы увидим и рост цен на удобрения, рост цен на продовольствие. И здесь Беларусь, которая на 100% себя обеспечивает продовольствием практически на 100%, обеспечивает свою, несомненно, свою продовольственную безопасность, готова выйти на другой уровень конкурентоспособности на мировом рынке, и расширить границы поставок продовольственных товаров не только в те страны, которые мы сейчас поставляем, но и увеличивать объемы поставок продукции, переработки сельскохозяйственной продукции в новые регионы. В предновогоднем выпуске экономической среды новая рубрика «Недетский вопрос». Мы спросили у наших юных зрителей, какие экономические вопросы они хотели бы задать высокопоставленным экспертам, видным экономистам. Систематизировали их, выделили наиболее интересные. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Амелия. Я учусь в 64-й школе в третьем А-классе. И у меня есть вопрос, что такое экономика, и почему так много людей это говорят? Валерий Иванович, можем ли мы вам адресовать этот вопрос? Экономика – это наука об управлении хозяйством, если так буквально в переводе. Поэтому экономика – это совокупность материальных благ, которыми обладает общество, и совокупность правил по их преумножению и управлению. Вот я бы так сказал. Здравствуйте, меня зовут Амаркел. Я учусь в средней школе номер 64 города Минска, в третьем классе. У меня есть такой вопрос. Как ребенку можно выбрать профессию? Здесь, конечно, большое дело, и все будет зависеть от родителей, которые должны обратить внимание на те наклонности, которые или те таланты, которые есть у ребенка. Ну и, конечно же, в его возрасте всегда хочется каких-то таких мужественных профессий. Это были космонавты, это были… Летчики военные. Пожарные. То есть, в любом случае, сегодня у нас для ребенка открыта масса возможностей. Есть дни открытых дверей, которые можно посещать. Можно почитать в интернете, если что-то заинтересовало. Поэтому выбрать можно в любом варианте. И в той же воскресной школе, и у себя в школе. Спросить у преподавателя. Ну, конечно же, это семья, которая определит, куда идти ребенку. Следующее. Здравствуйте. Меня зовут Влада, я учусь в третьем классе в средней школе номер 64. Я, когда вырасту, хочу стать ветеринаром. У меня есть вопрос. А когда я вырасту, мне надо знать математику? Конечно, нужно. Потому что в любом случае, в любом случае, когда ребенок вырастет и будет ветеринаром, я надеюсь, он будет хорошим, эта девочка будет хорошим ветеринаром, ей будут платить хорошую заработную плату. И для того, чтобы думать, каким образом потратить средства, купить автомобили, либо что-то еще иное, надо хорошо считать. Чтобы, значит, осталось не только на покупки, но и, в общем-то, на какие-то другие вещи, на жизнь. Поэтому, конечно, математика важна. Математика важна. Я, например, мечтал стать хирургом, а стал экономистом. Поэтому тоже подтверждаю. Математика важна. Следующее. Дмитрий Витальевич, к вам вопрос. А как вы заработали свои первые деньги, и на какой работе вы заработали свои первые деньги? Первые деньги. Ну, наверное, это была какая-то подработка в летнее время, в подростковом возрасте. Я не помню сумму, но я помню, чем мы занимались. Это было связано с сельскохозяйственной, околосельскохозяйственной работой, по-моему, какая-то оптовая база. Мы что-то там перегружали, что-то сортировали, отбраковывали и так далее. Давно было, наверное, начало 90-х годов. А, уважаемые коллеги, а как вы заработали свои первые деньги? Максим Ильич, вы помните, как вы заработали первые деньги? Очень хорошо помню. Когда я учился, была еще такая практика работы учеников в колхозах. И первые деньги я получил именно на уборке урожая. Я не вспомню, конечно, какие были работы, но мы делали все. Собирали яблоки, это была самая высокооплачиваемая работа. Летом. Ну, вернее, не летом, по осени. Мы с вами ближе к сельскому хозяйству, чем мы думали до этого. Поднимали лен, собирали овощи. Но самый часто используемый труд школьников был на сборке, по крайней мере, в Витебской области, откуда я родом, на уборку картофеля и сбор камней. Юрий Михайлович, а вы помните? Ну, Дмитрий Трофимович, если исходить из того, что это были какие-то уже более-менее ощутимые деньги, то да. Работал на стройке, ложил асфальт. У меня все точно так же, как у Максима Леонидовича, когда были каникулы между 8 и 9 классом. Я была в Витебской области, кстати, в Толочинском районе, в трудовом лагере. Мы пололи морковку и свеклу. Соответственно, я получила первые деньги. Я от вас не оторвалась. Это тоже был вклад мой в развитие сельского хозяйства. И, конечно, я с гордостью их отдала маме. Первые, наверное, мои деньги были заработаны на сельскохозяйственных работах. Я же из деревни. И там мы каждую осень оказывали помощь подшепному хозяйству в уборке урожая. Ну, еще и, конечно же, сотрудничали с заготовителем, сдавая там, например, лозу. Ну, это такой интересный был проект. И рябину, яблоки, которые в противном случае пропали бы, а так руками школьников вот они и приносили первые деньги. Ну, неплохие, кстати говоря. Обратите внимание, как много у нас общего. Следующий. Студия, вопрос к вам. Какие предметы надо знать, чтобы хорошо изучать экономику? И вообще, трудно ли ее изучать? Как Юрий Михайлович сказал, без математики не обойдешься. Не обойдешься. Математика – это, скорее, не предмет, а дисциплина, которая формирует логический образ мышления. И математика важна. Ну, а кроме математики, для того, чтобы быть экономистом, недостаточно быть хорошим специалистом только в одной сфере. Необходим широкий кругозор. И для того, чтобы этот кругозор действительно был широким, надо добросовестно учить все предметы. Начиная от физкультуры и заканчивая химией и физикой. Ну, и надо себя заставлять. Я не любил, очень не любил в школе, в начальных классах иностранные языки. Но в какой-то момент себя заставил изучать иностранный язык. Изучаю иностранные языки всю жизнь. У меня есть еще один вопрос. Почему родители откладывают деньги, а не тратят сразу же деньги на какие-то подарки? Это вопрос явно министру финансов. Тут альтернатив нету. Юрий Михайлович. Есть дорогие покупки, которые из одной зарплаты родителей купить нельзя. Поэтому я, как экономист, если сложным языком бы рассказывал про планирование, но надо просто что-то откладывать, чтобы сделать в определенный момент что-то хорошее. Например, для ребенка, чтобы подарить что-то более значимое на день рождения, на Новый год, какие-то еще знаменательные даты. Поэтому надо что-то планировать и понемножку собирать, чтобы потом приобрести что-то нужное. И будет еще и вдвойне приятно. Еще! Почему нельзя напечатать много денег и раздать любому человеку? Потому что они обесценятся и не будут стоить уже столько, сколько стоили вчера. И в истории мы знаем много случаев, начиная от древней истории и наиболее яркие примеры. Это же, конечно же, наверное, подальше от нашей практики, потому что мы сами сталкивались с этой ситуацией. Сейчас я назову цифры. Например, испанцы после завоевания Америки, они привезли столько золота и серебра, что оно просто обесценилось и привело к краху всю экономическую систему тогдашней Европы. В нашей новейшей истории, в начале 90-х годов, когда Республика Беларусь формировала собственную денежно-кредитную систему и не хватало денег на все проекты, государство шло по пути. Эмиссии. Эмиссии. И инфляция составляла в год почти 20 раз, то есть не 4,6%, как мы говорим сегодня, а 20 раз, это 2000%. То есть вы не успели получить деньги, они уже стали дешевле, скажем, вчера можно было купить один телефон, а сегодня его уже не купишь. Или два телефона, а сегодня уже можно купить один. И так мы когда-то жили. В некоторых странах деньги настолько обесценивали, что их заработную плату выдавали просто сумками и рабочие вывозили ее на тачках. То есть вот это Германия, например, 20-30-х годов. Вот я написала письмо Деду Морозу и попросила 3D-ручку, а вы что написали? Письме Деду Морозу. Инна Викторовна, вы пишете письма Деду Морозу и что вы там, о чем вы там просите? Я как бы немножко выросла с того возраста, когда пишут письма Деду Морозу, но у нас, наверное, вера в какое-то волшебство, новогодние ночи и предновогоднее настроение, оно всегда присутствует. И, конечно же, я как нормальный человек, когда бьют куранты, я загадываю желание. Самое главное желание, то, конечно, это здоровье близких. Самое ключевое. Это самое важное. Уважаемые эксперты, резюмируя наш разговор, вот что бы вы пожелали нашим телезрителям, чтобы следующий год был экономически успешным для Беларуси, Максим Леонидович? Пожелание только одно – оставаться в тонусе нашей жизни и работать с максимальной отдачей на своих рабочих местах. Пожелание, конечно, важное для всей страны, но мне кажется, что людям надо пожелать успехов в их начинаниях, в их собственных инициативах, потому что чем больше этих инициатив, чем больше люди стремятся развиваться, совершенствовать себя. Это все идет на благо страны, на благо всей нашей экономики. Валерий Иванович. Я хотел пожелать ценить и приумножать то, что мы имеем. Мы на самом деле и есть, и Деды Морозы, которые делаем свою жизнь счастливой, счастливой жизнь своих детей. И, конечно же, не могу обойти стороной, конечно же, мира в нашем регионе. В текущем году по всему земному шару было более двухсот конфликтов. Хотелось бы, чтобы их, по меньшей мере, стало не так много. И, конечно же, миру, нашим соседям, я надеюсь, что именно следующий год, наконец, позволит его обеспечить. К благополучию и счастью, наверное, многих, многих, многих людей. Хочу пожелать, чтобы доходы как и нашей страны в целом, так и наших граждан прирастали. Все планируемые, значит, источники и средства, они все, значит, исполнились. Чтобы все планируемые расходы были осуществлены с пользой, эффективно. Ну и чтобы рядом была сплоченная команда единомышленник, друзей, близких людей, которые, значит, помогут реализовать все задуманное. Я хочу пожелать всем телезрителям оставаться такими же замечательными людьми. Добрыми, порядочными, очень открытыми, откровенными. Достигать всевозможных результатов и поставленных задач, развиваться, получать удовольствие от жизни. И всего самого наилучшего в наступающем году. Спасибо, уважаемые эксперты. Спасибо за ваше мнение. Присоединяемся к вашим добрым пожеланиям. Благодарим, что нашли время в своем напряженном графике. В конце года прийти к нам в студию Белтеля радиокомпании на Макайонка 9. Благодарим наших гостей и прощаемся с вами. Пусть наступающий год станет для каждого годом успехов, финансового процветания и новых достижений на благо нашей страны. А экономическая среда для всех будет благоприятной. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»